всем привет я макс и посмотрим топ 5 смартфонов во всех категориях от 60 до 400 долларов и так в ценовой категории около 60 долларов выбрал я dougie x5 max в данном смартфоне есть все необходимое за такой бюджет процессор тянет в общем то все игры хоть и не на максималке а также смартфон работает достаточно стабильно да и обновления по воздуху присутствуют экран тут небольшой и не маленький 5 дюймов которого вполне достаточно также поддерживает карты памяти и 3g 4g тут нету да и данная связь не всем пригодится из плюсов еще отмечу поддержка otg то есть флешек аккумулятор на 4000 миллиампер чего вполне предостаточно android последний 60 и сканер отпечатков пальцев работает он быстро и без глюков в общем смартфон без особых наворотов но в нем есть все и цена 65 долларов смартфон за 100 долларов за данную цену претендентов очень много но я выбрал yumi touch x за такую цену он прекрасен компания yumi уже много времени на рынке и все годы ищет как бы сделать смартфоны красивыми и недорогими и им это удается из основного процессор 6735 2 гига оперативки 16 встроенный 5,5 дюймовый экран с full hd матрицей то есть 1920 на 1080 точек рамки в смартфоне тонкие и присутствует 2,5d камера тут на 8 и на 2 мегапикселя поддерживает 3g 4g и otg корпус тут металлический и ко всему этому еще и 4000 миллиампер аккумулятор смартфон стоит своих 100 долларов это точно стоимость его сто сто десять долларов смартфон за 150 долларов xiaomi redmi 3 pro из плюсов данного смартфона это его внешний вид и конечно его система работающая отлично по начинке snapdragon 623 гига оперативки и 32 встроенный поддерживает карточки экран 5 дюймов разрешение hd камера на 13 мегапикселей и на 5 поддерживает 3g 4g а также gps otg и обновление по воздуху еще и сканер отпечатков пальцев присутствуют ах да и аккумулятор тут на 4000 миллиампер что довольно таки неплохо буквально месяц назад данный смартфон стоил на 30 долларов дороже а сейчас его стоимость снизилась и можно купить за 151 доллар смартфон обладает всем необходимым и выглядит прекрасно из всех смартфонов данной подборки я бы выбрал этот из-за внешнего вида прошивки из-за компании что его делает но в категории до 250 долларов я выбрал elephone p9000 по начинке экран 5 дюймов с тонкими рамками 1.6 миллиметра что выглядит очень здорово разрешение full hd процессор тут halo p10 4 гига оперативки и 32 встроенный поддержка флешек android 6.0 и конечно в нем ничего не тормозит камера на 13 мегапикселей и на 8 спереди смартфоне присутствует двойная вспышка датчик отпечатков пальцев корпус имеет металлическую рамку а задняя часть сделана как бархат приятная на ощупь по типу one plus но самый главный его плюс это корпус а точнее внешний вид выглядит он действительно богато и по нему никак не скажешь что это какой-то бюджетный аппарат все выполнено достойно и без излишеств ну а самый топовый смартфон до 400 долларов это топовый xiaomi mi 5 отличный смартфон с топовым процессором snapdragon 820 и тремя гигабайтами оперативной памяти и стоимостью от 320 долларов от лучшей фирмы китая что может быть лучше но скажу о главном камера имеет четырехосевую стабилизацию экран 5 и 15 сотых дюйма аккумулятор на 3000 миллиампер ну и поддержка lte type-c nfc быстрая зарядка 3.0 инфа красный порт один минус это не поддержка карт память поэтому сразу нужно учесть если много фотографируете и снимаете видео то нужно брать версию где побольше стройной памяти а так этот смартфон один из лучших смартфонов китайского рынка и цена данного смартфона с таким железом очень невысока по сравнению с другими подбирайте смартфон для своих потребностей и удачи в выборе ну а на этом все ссылки на смартфоны в описании спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки и будьте в курсе всего нового удачи и пока